Как найти свое призвание и какими бывают профессии? Ответы на эти вопросы искали ученики 12-й школы Самары, где состоялась городская научно-практическая конференция «Профессиональное самоопределение по знанию творчества наука». Учителя и школьники работали в разных секциях. «Мой выбор профессии», «Самара на благо России», «Мир профессий от А до Я», «Мастер золотые руки» и другие. Дети представляли доклады, отвечали на вопросы, для всех выступающих подготовили дипломы и книги в подарок. «Самыми интересными, как правило, являются те работы, где дети рассказывают о династиях. И вот это так интересно, когда из одной профессии ребенок уже сразу понимает, что он точно никем другим стать не хочет, потому что и бабушки, и дедушки были, допустим, врачами. Мама с папой поддержали эту эстафету, и ребенок тоже хочет стать врачом. Но в этом году я могу сказать, что самое большое количество заявок именно на секции «Мастер золотые руки». Причем возраст детей от первого до десятого класса. В перерывах между выступлениями на секциях ребята могли поучаствовать в мастер-классах по изготовлению георгиевских лент и мини-книг. Все начинается, конечно же, с семьи, но каждый ребенок, когда он принимает участие в каких-то конференциях, когда он слушает других деток, он всесторонне развивается. Он узнает многое. И в выборе играют уже не только родители, конечно же, и социум, который находится вокруг него. Конференция прошла в преддверии Международного дня танца, который отмечают во всем мире 29 апреля. Поэтому отдельно поговорили о творческих профессиях. Руководитель танцевального коллектива «Продвижение» хореограф Виталий Улюбаев поделился с ребятами собственной истории выбора профессии и пригласил на Всероссийскую ярмарку хореографического искусства, которое пройдет в Самаре в августе в рамках реализации гранта президентского фонда культурных инициатив. Такого масштаба еще не было, потому что впервые вообще на моей памяти, когда школа выигрывает грант не просто для себя внутри школы, но именно организовать Всероссийский конкурс-фестиваль. Уже подано более 50 заявок из разных городов, в том числе Москва, Саратов, Уфа и так далее, и так далее, и тому подобное, которые будут принимать участие по разным номинациям танцевальным. В конкурсе сначала будет первый день конкурсный. Это там народная хореография, современная хореография, уличная, эстрадная и много-много других номинаций. Затем у нас будет гал-концерт уже на второй день непосредственно в Струковском парке. Приглашаем, кстати, всех жителей города Самар. Всероссийская танцевальная ярмарка пройдет в Самаре 17 и 18 августа. Иногородним участникам оргкомитет предоставит бесплатное проживание и питание. Для того, чтобы принять участие, сначала нужно направить заявку и пройти отбор в онлайн-формате. Светлана Кудрявцева, Валерий Майоров, События.